Приветствую вас, дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее, как уже устроился я. Только вместо камина вам будет служить экран монитора. Лидия уже готова отправиться в одно из последующих приключений, но прежде чем определиться с планом действий, нужно заглянуть в список наших заданий. У нас много заданий, и одно из них мы можем вернуть Рок Юргена Арнгейру. Проверив мои способности в изучении слов силы и крики, старейшина седобородых Арнгейр отправил меня на последнее испытание. Добыть Рок Юргена, призыватель ветра из его гробницы в Устенгреве. Но в гробнице Рога не оказалось, зато там лежала записка от Дельфины, которая назначила мне встречу в Ривервуде. Дельфина отдала мне Рок, так что я могу теперь вернуться к Арнгейру и закончить обучение. Я думаю, выполнить это задание будет приоритетным, потому что получить дополнительное знание от седобородых, как минимум, в моих интересах. Только стоит посмотреть, как у меня с весом 298 из 335. Пора бы избавляться от амулета Голдура, точнее собирать его, да надевать уже на себя. Собиратель стрел. Много у меня стрел. Уже. Ищет бы найти получше. Ну, правда, вес. Вес – основная проблема. Открывай передо мной свои объятия. Большинство лавок открыты в 8 утра. Хочешь поговорить со старой женщиной, м? Мы с моей подругой Мавин. Ты же знаешь Мавин? Как я люблю говорить со старыми женщинами. Так вот, мы знаем свое место в этом мире. Знаем и места других. Благо, старая женщина поговорила со мной и пошла в своем направлении. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, весело, но иногда трудно. Такая вот информация. Информашка на затравку. Пешком отправляться на высокий хротгар. Давайте быстро переместимся. Чтобы не утруждать ножки нашего давакина. Итак, мы продолжаем обсуждать тему Айлейдов. Диких эльфов, как их еще называли, которые населяли окрестности Сиродила, как и сам Сиродил. И стали основателями башни Белого Золота. Айлейды полагали, что Нирн создан из четырех основных элементов. Земли, воды, воздуха и света. Миска и Эль. Давайте и мы что-то сюда положим. Например, пища. Пусть пьют. Если это не будет для них оскорблением. Если они пьющие. Я точно не помню. Изо всех видов света, звездный свет они считали тончайшей его формой. Так как именно звезды связывали Айлейдов с миром Этериуса. Источником всей магической силы. Нас интересует не Бори, не Вульфраг, не Вульфгар. А главный, главный из Седобородых. Где тебя найти? Вижу. Арнгейр, по-моему. Да, так и есть. Давай с удовольствием за тобой проследую. Лидия, ты сумела закрыть путь и Арнгейру тоже? Ну же. Лидон, блин, пробка. Как так? Да. Счастопленный из трех слов. Этот крик станет намного сильнее. Используй его мудро. Мастер Булька сейчас поделится с тобой своим знанием. Да. Твоё обучение завершено, Довакин. Мы будем говорить с тобой. Встань между нами и приготовься. Немногие смогут выстоять против неукротимого голоса седоборотых. Но ты сможешь. Линка просит сара. Струндуй. Водник Мамарин. Клоф Пронхаус. Водник Мамарин. Водник Мамарин. Водник Мамарин. Водник Мам. Водник Мамарин. Линка Мамарин. Да, Вакин, вся сила голоса седоборотых обрушилась на тебя, но не звупила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Вот так вот мы выполнили задание и доставили Рог Юргена. Единственное, что получили в награду, это третье слово. Теперь у нас безжалостная сила работает на полную мощь. Хотелось бы использовать, к примеру, на Лидии, но боюсь, если я сейчас задену кого-нибудь, потом мне не поздоровится. Теперь выковыривать эту пробочку из всех труднодоступных мест будет тем лучше и легче. Может, еще каким-то словом поделитесь? Эх, ладно. Давайте попробуем... Мне в комментариях ребята пишут, почему бы тебе не прокачать исцеление в Буране. Давайте попробуем это и сделать, потому что следующим шагом будет отправить себя потопать в сторону Винтерхолда. Рядом с которым и находится Саартал, где я смогу, в конце концов, добыть. Ты огонек держишь. Свечечку. Главное не переборщить. Не суйся туда. Это только для меня и для исцеления. Вот так вот мастерами чай-магии качают свои навыки. Седобороды делает вид, что просто проходит мимо по своим делам, но я-то знаю, что ему интересно посмотреть на Мазока, который пришел тут и занимается какой-то непонятной хернёй. Лида решила попробовать, какой же кайф я там ловлю, только что-то ей не очень по вкусу пришлось. Давайте хотя бы один уровень поднимем. Мне интересно, насколько эффективно работает эта фишка. О, есть до 62. Круто. Может, еще один уровень? Давайте еще один уровень и все. Все-таки вещь такая. The best, как говорится, метода. Будем посильнее себя. Долбить. Обдолбленное, так сказать. Видим, как вместе со здоровьем убывает запас сил. Но магия, знаем, этот запас сил восстанавливает. Единственное, о чем я жалею, что в Скайриме не изнашивается шмот. Вот как было бы прикольно, если бы весь шмот имел какой-то показатель износа. И можно было бы часто. Это было бы хорошим предлогом часто менять шмот. Или, может быть, тратить деньги на их ремонт. Это, конечно, упущение. Лид, с Бураном бороться не стоит. Это естественный способ повысить мою морозостойкость. Вот так вот Лида комментирует те успехи, которые у меня есть. Ну, ребят, спасибо вам за подсказки в комментариях. На самом деле много интересных идей предлагаете. Если у вас есть еще какие-то другие фишки, или, может быть, вы знаете какие-то интересные смешные вещи, которые можно сделать в Скайриме, пишите об этом в комментариях. С удовольствием постараюсь что-нибудь такое учудить или применить. Я думаю, даже Айлейдам с их трепетным отношением и любовью к магии не снились такие извращения, которые мы сейчас на себе испытываем. Давайте. Давайте мне уже 63-й уровень восстановления, да я себе потопаю потихоньку. Оу. Нашел, как делать это эффективнее. Как говорится, на всю магию. Сейчас подождем, когда магия восстановится полностью, и попробуем сделать еще раз то же самое. Так, мне ребята говорили, что со звуком какие-то проблемы, слишком тихо меня слышно, но решается это тем, что я уменьшаю общую громкость эффектов и всего того, что происходит, и на их фоне меня становится слышно лучше. Я думаю, это будет оправданным действием. Заодно игра сохраняется. Охраняется. Давайте, давайте мне. О, отлично. Все, до 63-й уровень повышается. 37-й уровень у меня текущий. Так что я в мире Тамриэля, точнее, в мире Нирне, на континенте Тамриэля, в его области Скайриме еще мал и невелик. Так, ну что, давайте посмотрим, какое бы приключение еще отправиться. Пока дельфина ждет, может быть, может быть, из разного что-то посмотреть. К примеру, найти меч Красного Орла. Очень красивая легенда о Красном Орле. Наверное, нужно сначала отправиться в Вайтран и попробовать найти книжечку с этой легендой и почитать. Давайте пороемся в наших библиотечных архивах. Карты, Вайтран. Отправлесимус. Привычный нам четвертый элемент огонь солячи считали слабой искаженной формой света, который, как уже говорилось выше, айлейцкие философы отождествляли с первичными магическими принципами. То есть, в то время, когда люди ценили огонь очень высоко, айлейцы обращали свой взор к звездам. Не к чему-то близкому, к чему-то привычному, к чему-то, что мы и так используем и покоряем. Они смотрели на что-то далекое, недоступное, недосягаемое и считали это высшей формой света. Не солнце, не огонь, а именно свет звезд. Кстати, как давно вы смотрели на красивое ночное небо и сколько созвездий на нем можете назвать? Подумайте. Может быть, вам стоит поучиться у алейдов? Иногда на Земле можно найти его частицы, известные людям под названием метеор. Наиболее часто встречающиеся состоят из метеоритного железа, металла, который высоко ценится у кузнецов и магов за магические свойства. Именно из него создавались эльфийские доспехи и оружие для отличившихся айлейдских воинов. Видимо, именно поэтому людям или ныдийцам так тяжело было их победить. Что у нас есть? Тайна Талары, Танец в огне, Черная стрела, Вор, Лунная кузница, История империи, Биография Барензии, Катастрофа у Иоаннита, Песнь Возвращения, Астрология, Продвижение, Магия, Рожденное Небом, Утраченные Легенды Скайрима, Дневник Дайнаса Валена, Маркардский Медведь, Путеводитель по Скайриму, Рассвет и Упадок Клинков. Ничего подобного не вижу, но у нас есть, по-моему, еще одна полочка. Битва у Красной Горы, Желтая книга Загадок, а это то, что мы читали. До начала эпохи людей. Что у нас в этом сундучке? Карты, карты, карты. Так, меня, по-моему, в комментариях попросили посмотреть, какие еще есть у меня записки. Так, наверное, предметы книги, часть этих записок можно выкинуть. Про имперцев. И что-то еще есть, чего я не читал. Записка Ассасина Темного Братства. Загадочная записка. Давакин, нам нужно поговорить срочно, отправляйся в таверню спящей. Ага, это по заданию. Контракт Сил Весул представляет музей. Это уже было. Грамота наложения печати. Дневник торговца. Загадочная записка. Так, а, вот, распоряжение членам культа. Я, по-моему, это не читал. Да не зелье сопротивления. Я же выделяю распоряжение перескакивать через него. Распоряжение. Вот. Выполнено. Прочесть распоряжение членам культа. Отправиться на Солстейм. Это островок на севере Скайрима. За Винтерхолдом, по-моему. Даже западней. Не-не-не, восточней Винтерхолда. Садитесь на корабль Северная Дева, что пришвартован в Вороньей Скале. Отправляйтесь в Виндхельм и начинайте поиски. Ваша цель ложный драконорожден. Известный под именем Хайред, надеюсь. Убейте эту тварь, пока она не попала на Солстейм. Сделайте это, и Мирок будет вами доволен. Вот гадский Мирок. Так, давайте положим все, что мне не нужно сюда. Складировать, складировать, складировать туда же. Рецепт, 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 указ о награде. Не надо. Все остальное, я думаю, еще буду использовать. Алхимическая лаборатория. Восстановление запаса сил. Давайте. Сработаем. Ой, алхимия растет крайне медленно. Восстановление здоровья и восстановление магии. Крайне медленно, но благо, что растет. Повреждение регенерации магии. Повышение навыка колдовства. Вот благодаря таким вещам, конечно... Ух ты, до 43 уровня. Ну, это же опять я насоздаю кучу вещей. Которые можно будет продать, а не использовать. Сопротивление ядам. Не помню, когда в последний раз меня пытались отравить. Так, чего тут много? Вот, ядовитый колокольчик. Корень нирна с ядовитым колокольчиком. Горноцвет с оным. И послен. Открытые эффекты. Повреждения, повреждения. Уязвимость к огню. Ну, неужели не подниму? Нет, не поднял уровень. Да, но наделал очень много зелий. И поднял свой вес. Что ж, в котелок Аркадий продадим лишняки. Я не думаю, что я их использую. Или, может быть, сейчас пока не заниматься этим. А, вечер. Куда там? Какой котелок Аркадий? Так вот, по какому бы заданию отправиться? Меч Красного Орла откладывается. Найти источник силы в месте под названием Forsaken Cave. Надо убить дракона. Проводится смертельная дуэль. Давайте сходим, заварим дракона. Давно мы драконов не валили. А где? Осенняя сторожевая башня. Это нам в Айварстед. Даже, может быть, к Медовой пещере. Оттуда поближе к дракону пододвинемся. Так вот, метеоритное железо является главным компонентом для айлэдийских колодцев, древних магических артефактов, найти которые можно по всему Сиродилу. Закономерность их расположения остается загадкой, но ученые полагают, что колодцы стоят на пересечении древних магических потоков. Тем самым, они неведомым способом черпают магическую силу из звездного света. Осенние пейзажи. Как мы рады их видеть. Охотник за головами. Так, ну, все, нас идет. Карта. Так, а что такое? Неужели нет в избранном эбонитового топора? Да. Единичку ставим. Накладываем на себя чары невидимости. Точнее, почти невидимости. Ну, обязательно есть тот, кто, несмотря на это, нас увидит и распознает. Так вот, у страха глаза велики не распознал и раздолбил. Не собирай ты уже эти ингредиенты. Ну, ни к чему тебе это. Эти разные горноцветы. Нужно отдельно выходить за поиском, на поиск трав и ингредиентов. Собачий корень, как же не взять, как же не взять, аж руки трясутся. Ух ты, лошади. А дракошка, наверное, там наверху мешает живущему тут в окрестностях Народцу. И я вижу группировочку. Группировочку братьев Бури. Б-б бегут. А за кем бегут? Откуда такое желание повоевать? Может, расскажете мне? Если знаешь, кого ты известен... А-а-а, вот так, ну что. Местные загоняют медведя. Гаджеты и... Торговец. Давайте хоть я раз в глазок вонарю. Безупречный гранат, медвежьи когти и шкура медведя. О, можно поторговать. Нужно что-то? Погляди. Давай-давай. Я тебе с удовольствием продам из раздела разное аметисты свои, гранаты. Шкуру не продам. Слиток железный продам. Рубинчик. Тарелочку. Шкуру не продам. И давай зелья. Внутренний... А, вирулентный яд страха. Существа и люди уровня 18 ниже обращаются в бегство на 30 секунд. Восстановление запаса сил. Запаса сил. Вот. Вот это я хочу продать. Это подстава. Намешал такой болтушке, что сам, когда пью, сам муха уже становится. Восстанавливает. Повышение магии. Наносит противнику. Восстанавливает 23 единицы магии. Наносит противнику 9 единиц урона ядом. Хорошо. Повышение навыка колдовства. Тоже продаю. 18 бутылочек. Регенерация здоровья. Здоровье восстанавливается на 23% быстрее в течение 300 секунд. Отнимает у цели 14 единиц магии. С дебафом нет. Не надо мне такого. Тем более стоит оно неплохо. Регенерация здоровья. Тоже от этого можно избавиться. Их 6. А мне надо на 111 что-то продать. Давайте на 66. И давай посмотрим, что ты мне такое можешь продать. Так, это я могу продать. Книги. Рецепт зелья. Повышение переносимого веса. Яд страха. Давай возьму. Разное. Железный. Это я тебе продал. Зелья. Это я. Микстура защитника на 15%. Больше. Крепкое зелье лечения. Давайте возьмем его. Хотя погодь. Зелье исцеления болезни. Вот это надо взять. Хотя бы штучки две. Микстура карманника. Сопротивление огню на 30%. Наилучшее зелье лечения. Дороговато. Снадобье кузнеца. Навык улучшения оружия и брони увеличивается на 40%. Беру, беру, беру. Все. Все охота. Все. Только. Только, только боюсь я не продам столько. Регенерация здоровья отнимает 15 единиц магии. Продаю. Сопротивление магии на 5%. Мне ни к чему. Продаю. Сопротивление огню на 15%. Тоже могу продать. Это мало. Сопротивление электричеству оставлю. Сопротивление ядом на 19%. Тоже продам. Зелье воина. Зелье добавочной магии. Оставляю. Запас сил оставляю. Защитник пусть будет. Запас здоровья. Зелье иллюзии. Заклинание иллюзии на 25% сильнее. Зелье исцеления болезни. У меня их 3. Зелье краткой невидимости. Легких ног. Меткости. Разрушения. Оставляю. Регенерация. Оставляю. Переносимый вес. Сопротивление огню. Невидимость. Улучшенного запаса сил. Давайте. Одну продадим. И на этом с торговцем закончим. Торговец ходит в сопровождении телохранителя каджета. Даже каджетки. Неплохая такая кошечка. И такая разрисованная девушка. А нам походу куда-нибудь да наверх. Но дорога поворачивает и уходит вдаль. Давайте попробуем тернистыми путями проломиться к этому дракоша. Посмотрим заодно, что тут за лошади. Может быть можно одну в свое распоряжение получить. Украсть. А, это имперский лагерь. Братья Бури проходили мимо. Региону всегда были нужны сильные и умелые воины. Я надеюсь, никто не расстроится. Если я имперцев немножко обворую. Вот так вот изнутри выглядит имперский лагерь. Можно даже подработать, наверное. Зелье здоровья. Но это зелье, наверное, пошло бы для исцеления данного раненого. А что такое? Кровавленные тряпки. А... Йента. Никак не взять. Видимо для декорации оно. О, ожидание. Терпеть не могу ждать. Да вы тут на природе ожидаете. Че ты там терпеть не можешь? Ты вообще должен быть счастлив, что не участвуешь в боевых действиях. Ожидание. Так, и иллюзия повышается до 60. А вот это уже что-то... Что-то, что-то плохое. Очень плохое. И это плохое соседствует рядом с имперским лагерем. Кто такие? Громилы. Громила, точнее, один. Одна. Бандиты и дверцы. И медведи. А, паралич действует. Я думаю, что такое? Что они стоят и ничего не чувствуют. Теперь ты поплакишься. Или досик побежала. Подожди. Медвежьи когти, медвежья шкура. Золото отмычка. Больше ничего интересного. И где громила? Пустой медведь. Накрыл громилу. Громила, берем что-то громилье. Имперский солдат. Этого лучше не трогать. О, они только обратили внимание. Еще один громила. Которого парализовал паралич. Оооо. Да ты знатно летаешь. Кто тебя так? Надеюсь. Надеюсь, надеюсь. Ничего страшного. Что-то похоже на две мирские руины, которые обживают гады-бандиты. Все, теперь с невозмутимым видом потопал себе имперский солдат, даже не желая осматривать, что тут такое. Да, это по-любому какие-то две мирские руины. Сольку возьмем, сольку. Так и быть, сольку возьмем. Здесь есть вход с одной и с другой стороны. И что за механизм такой? У вас нет ничего, чтобы подошло к механизму. Хорошо. Найдем. Первая цель получена. Главное знать, что есть механизм, а активировать это уже дело второе. Никаких помидоров, только грибы. Я грибник. И мы немножко уклонились от курса. Главное не встретить жилу. Главное не встретить жилу. Никаких жил. Не смотрим по сторонам. Не смотрим. Все это обман. Это матрица мира не существует. Никаких жил. Так, ну забраться наверх вроде трудности не составит. И там я вижу некие очертания, которые очень напоминают мне ветреный пик. Вы же еще помните ветреный пик? Надеюсь, что да. Так вот, насчет колодцев. Естественно, колодцы не просто так стоят. С их помощью любое разумное существо может восстановить и повысить свой запас магических сил. Другой, менее распространенный вид частиц Этериуса носит название метеоритное стекло. Из которого изготавливались велкинские камни и камни варла. Так, тут допрыгаю. Вот как лидосик сюда пройдет, это непонятно. Ну, как-то пройдет. Ой-ой-ой, тут еще и форт. Сейчас оттуда полетят ледяные стрелы и всякое подобное. Привет, чудилка. Хочешь посражаться? О, лидосик уже догоняет. Ну, давай. Что там за такая тень? А лидосик... Ой-ой-ой, какой забавный мишка под параличом. Хороший мишка. Не мишка, точнее, а кошечка. Мертвая кошечка. И с параличом мое оружие стало куда более смертоносным. Да дракошке рукой подать. Но вот тут вот есть этот форт. И не зайти сюда было бы форт. Форт с драконом. Вы видите то же, что я вижу? Я вижу этого дракона. Ух-ух. Так, ну там жила, там жила. Зачем я ее увидел? Я теперь хочу обеднить эту жилу. А это у нас железнорудная жила. Иди сюда, Лидон. Я все еще здесь. Мне нужна кирочка. Дракон подождет, а железнорудная жила ждать не будет. О, теперь я перегружен. Так, никаких. Добываем. Итак. Также стоит отметить, что айлейдские мастера смогли создать особое приспособление. Охранные статуи. Они охраняли айлейдские города от нежелательного вторжения извне. Можно оценить силу айлейдов как, в общем-то, очень развитую цивилизацию. Хорошее войско. Хорошая броня. Сильная магия. Но их проблема заключалась в том, что они очень уж измывались сильно над своими рабами. Над людьми. И однажды им это по-любому должно было вылиться боком. Так. А что, кстати? По весу 297. Я очень много зелий продал. Давайте кирочку вернем. Лидончик. Держи. Кирку. Кирку я тебе отдам. И все. Наверное, проведу сейчас трансмутацию. Дракончик меня там ждет. Интересно, увижу я кого-то еще, кроме дракона. Сколько хоть у меня этой руды? Четыре штучки еще. Ладно. Что ж, дракона. Дракона можно достать, если использовать лук. Только что меня потом ждет. Давайте всячески накастуем на себя разное предметы. Зелье. Зелье. Нет, возьмем сначала лук. Может смогу попасть. О-хо-хо-хо. Оживился. Морозный дракон. А я мороза не боюсь. Такое дружище. Шучу. Боюсь. Нет, 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 нет. Мой прогресс. Я же не сохранялся. Еще и босиком. Только сейчас заметил. Жесть. Как он меня откатил. А я говорил, что не боюсь драконов. Благо я тут. Да, Вакин, ты чего? Конечно же, такое позорище босиком бегает. Предметы. Одежда. Абонитовый шлем, перчатки, сереб... А где? Где твое... Проблемка. Я понял, что я сделал не так. Лида. Так. Ну, без обуви сражаться с драконом. Это будут легенды ходить. Про Давакина, который без обуви пытался навалять дракону. Все так плохо происходит. Что делаем? Вызываем элементальчика. Берем лук. Дразним дракона. Нанося ему двойной урон. И, конечно же, конечно же, исцеляемся. Но не стоим на месте. Да ну тебя знаешь что. Вон, дерись с моей Лидией. Сейчас главное найти подходящее местечко, где можно... Ва-ва-ва-ва-ва. Присесть. Избегая действия. Заглядь и паралича. А где мой Атронах? Атронах все еще жив. Такой вот заход у него. Сейчас откатится фулс рода, а я тебе покажу, где раки зимуют. Давай-давай-давай сюда. У меня есть стрелы. Разлетался дракон. Разлетались и пташки. Ой-ой-ой. А теперь лучше отойти. Потому что я знаю, чем это может закончиться. Лидосик, держи его. Древняя нордская стрела. Не самое эффективное оружие. Давайте их израсходуем, потом возьмемся за более качественное. Держи, 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 держи. Можно было бы даже попробовать против него магию, но только он любит нападать. А что ж такое? У меня же 50% сопротивление холоду. Я же норд. И при этом двух дыханий хватает, чтобы оставить меня с носом, с Кулькиным. Благо есть Лида, которая и достается на Орехи сейчас. Натягиваем, выстреливаем, натягиваем, выстреливаем. И еще одного давайте вызовем от Ранашика. Сейчас было бы ошибкой. Становиться между... Вернее, становиться за спину своего от Ранаха, раз его атаковал бы Дракон. Как, в принципе, ошибкой становиться за спину Лидии. Нордские стрелы уходят. Но Дракону осталось совсем немного. Я квеста свой выполню на мере. Пока он загорается, я знаю, что мой от Ранах жив. Пока летит в небо огненный шар, я тоже знаю, что мой от Ранах жив. Жалко, что на Драконов не действует паралич. Так было бы забавно посмотреть, как эти зверушки, откидывая лапки, переворачиваются на спину. Я уже как леголаз, то и знаю, что натягиваю и отпускаю тетиву. Ждем появления красавца. Нет, посмотрел на нас, а выбрал другую цель. Что ж тебе, Лидия, больше нравится? Ты давай уже опускайся. Так, не вижу больше следов действия своего от Ранаха, поэтому вызываю еще одного. Переформат идет и ждем. Так, мы стали целью. Наверное, не мы, это мы и Лидии стали целью. Лидия, по мнению этого Дракона, более лакомый кусок. А Лидия ли? Ох! Нет, не Лидия, мы... Так, надо не забывать, что у меня есть фульс рода. Ээээ, промахнулся. Элик фейл. Отвлекся на Лидию. Можно ударить пару раз. Ну же, ну же, ну же, красавчик. Нет, 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 не за спину Лидии. Березки прижаться, но не за спину Лидии. Больше он, наверное, не взлетит. А если взлетит, то последний раз. Здоровье у него уже не то. Что ему тут летать? Но, признаюсь, Дракон поживучий будет остальных. Или, может быть, просто потому, что мы втроем с ним подаемся. Я уже 70 стрел на него израсходовал. Давай. Рассказывай о том, что навык стрельбы повышен. Еще одного дыхания этого парниша хватило бы, чтобы покончить со мной. Я себя зажал. Вот что они, Буран прокачивает. На, Буран. Вот так вот тебе. Ты чего? Это я свою Лидон опрокинул. Маги, маги, маги. Мало магии. Да как так? Чем ты меня так оглушил? А победа была так близка и так сладка. Вот так вот. Не подходите, дети, к Драконам. Они могут куснуть. Еще и так. Квест выдался тяжелым. Босс ведь Давакин в борьбе против Дракона. Ну, давайте повторим. Только теперь я буду мудрее. Так, что мне нужно? Мне нужно найти укрытие. Пока Лиду... Нужно присесть, чтобы он на меня не обращал внимания. Первые шаги сделаны. В этом я поступаю правильно. Так, зелья. Предметы. Зелья. Хочу лучше стрелять. Зелья застрельщика. Навык ношения легкой брони? Нет, не то. Регенерация магии не то. Исцеление легкого. Зелья меткости. Его пью. И давайте яды. Использовать. Где мои яды? Не повреждение регенерации. У него там нечему регенерировать. Урон здоровью. И желательно его добавить в избранное. В избранное. Так, каким я буду сейчас пользоваться. Эй-эй-эй-эй. Чудак. Уйди. Видишь, противная зверушка? Заметил? Не стоит баловаться с ядами, когда дракон рядом. Налетал там себе угрозу. Так, и яды у нас. Вот так вот мы будем иметь быстрый доступ. На 15 единиц больше урона будем наносить. Пытаясь подтравить гадинку. Хвостатую. Вот быть бы мне как Лидия. Так. Еще яд. Отлично, он зеленеет. И еще яд. Смазываем наш лук, чтобы наносить больше и больше урона. И ждем, пока машина убийства опустится. Еще. И еще. 210 стрел у нас есть. Теперь-то я не допущу свои предыдущие ошибки. Ого. Какой разворот эпичный у него в воздухе произошел. Давай, Драконелла. Вот так вот. Жалко, что он не упал. Тут бы очень пригодилась ракета земля-воздух. Одна хотя бы. Или какой-нибудь зенитный комплекс. Только не улетай. Я-то за что? Блядь, так, чтобы не застаивался. И опять меня кушает. Да что ж такое? Почему не Лидия? Почему меня? Кушай Лидию, друг. Видимо, я начинаю наносить больше урона. Вот он и обращает внимание на... Ну, опять. Ну, что ж ты? Может, он меня видит? Из-за этого он меня так любит. Так, предметы, зелья. Восстановление магии мне нужно. Слабое зелье магии. Давай. Лечение. Тоже давай. Сильное зелье магии. Тоже давай. Э-гэ-гэш. Что ж. Ну, я готов. Пострелять. Ну, не говори, что я. Нет, не я. Все. Правильно. Теперь я еще одну схемку, системку сработал. Ждем. С ядом, с эльфийским луком ждем прилета Морозного Дракоши. И Лида его обстреливает из лука. И я его крошу из лука. Давай, давай, парень. Твоя смерть, это вопрос времени. Да я бы не против даже. Не отказался бы от автомата Калашникова. Как-никак лучше, чем... По скорострельности, чем мои стрелы. Пора птичку садить. Пусть... Руда! Это 8 же, я сказал, лук. Лида. Лида. Наноси по нему урон. Да что ж за... Не дает даже трех выстрелов сделать и... Куда-то уматывает. Я! Опять я! Здесь все закончилось. Все понятно, исцеляемся. И скрываемся. Не я, Лида, да? Лида. Вот теперь Лида. Ну куда же ты улетаешь, красавчик? Наконец-то опустился. Теперь он дольше простоит, дольше можно будет его обстреливать. Какие у него красивые шипы. Еще яд у нас, кстати, 5 бутылочек яда осталось. Интересно, как бы это выглядело в реальности. Выливает, что ли, весь бутыль яда на стрелу? Ты... Ты че делал? Че дергаешься? Это че такое? И сразу такое протормаживание игры произошло. Дракон решил выбрать... Какая-то невидимая текстура мешает его задевать. Э-э-э, что за матрица в данном случае происходит? На тебе! Вы посмотрите, что он творит. Так, надо отходить. Эх, Лида-Лида. Давай, гоу туда. Лида-Лида сама на ладан дышит. Так, исцеляющие руки. Где же вы? Давайте исцелим Лиду. Ты что, из храма? Лида-Лида потратил на тебя. Дракошка, что с тобой? Да как же его убить? Он поставил какой-то магически непробиваемый щит. Я в него выпускаю стрелу, и стрела зависает. И он ждет там. Что ты там ждешь? Ты давай сюда иди. Так. Яд. Сейчас я тебе яд сделаю. Оружие уже отравлено. Так, да. Еще яд. Я хочу израсходовать все свои яды. Знать, что я их не даром делал. И последний яд. Сюда же призвать от ранашика огненного. И полюбоваться, как они будут друг друга. Один огнем, другой холодом. Так, ну что. Видимо, ему приходит конец. Эй-эй-эй. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Не делай этого. Я знаю, что ты хотел. Ты хотел словить меня на засаде такой. Своеобразной. Лида, не добивай. Это должен быть мой удар. Добило. Осенняя сторожевая башня. Надо убить дракона. Ануриэль вручит мне награду. Или вручит. Давай теперь подойдем и посмотрим. Ага, часть стрел все-таки не достигла дракона. Морозный дракон. Морозный дракон. Золото 354. Стальная стрела. Древняя нордская стрела. Заберем благословенный стеклянный меч. Урон 34. Стоимость 700. Беру драконья чешуя. Кого-то со стеклянным мечом этот дракон уже скушал. Я все еще здесь. И надо будет осмотреть, что же дракон тут защищал или охранял. Оружие. Кирку передаю. Меч передаю. И самое главное, передаю тебе все эти чешуи и кости. А себе забираю душу. Вот такой вот он я. Довагин. Душа дракона поглощена. И с удовольствием осмотрим этот форт. Но это будет уже в следующей серии, друзья. И мы поговорим также о внутренней жизни городов Айлейдов. Диких эльфов. Так, еще вызову Адранашика. На всякий случай. И будем на этом заканчивать. До встречи в следующих сериях.